К другим темам. Многодетным семьям, которые имеют право на сертификат для приобретения автомобиля, его покупку лучше отложить до осени. С 1 сентября субсидия будет значительно увеличена. Насколько она выросла, а также о других мерах поддержки многодетных семей, расскажем в следующем материале выпуска. В Тверской области количество многодетных семей с 2017 года выросло почти в полтора раза. Сегодня в регионе их проживает более 14,5 тысяч. В таких семьях воспитываются почти 50 тысяч ребятишек. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки семей с детьми и многодетных. Так родители, воспитывающие пятерых и более ребятишек, могут рассчитывать на сертификат для покупки автомобиля. Эта региональная мера поддержки была введена в 2020 году по инициативе губернатора Игоря Руденев в рамках нацпроекта «Демография». Субсидия составила миллион рублей. В этом году было принято решение увеличить сумму. Субсидия теперь составляет не один миллион, а полтора миллиона рублей, миллион пятьсот тысяч. Кроме того, у нас расширился перечень приобретаемого автотранспорта. Это наша отечественная «Лада Ларгус», которая будет семиместная. Автоваз обещают выпустить уже в сентябре. Она будет включена. Эти семьи, которые не приобрели автотранспорт по сертификатам, выданные в том числе и в прошлом году, они будут перевыпущены, эти сертификаты. То есть они тоже включаются в очередь в первоочередном порядке. Сертификаты начнут выдавать с первого сентября этого года. А сейчас в разгар лета актуальна еще одна мера поддержки. Это комплекты школьной формы для многодетных семей. Первые комплекты начали выдавать 17 июля. Для многодетной семьи это большое подспорье, говорит многодетная мама Надежда Круглова. В начальную школу входят два комплекта, двое брюк на каждого, две, по-моему, рубашки, пиджак, галстук и эмблема Тверского края. Тем более, если несколько детей, вот у меня еще старше в девятом классе, это очень хорошая помощь. Впервые форму начали выдавать с 2020 года, причем в первые два года ее получили ученики начальной школы, а с 2022 всех классов. Причем рассчитывать на нее могут также семьи, потерявшие статус многодетных, при условии, что старший ребенок учится в колледже или в УЗЕ. Причем не имеет значения в Тверском или любом другом регионе. Плановое у нас количество это около 23 тысяч, потому что мы берем на уровне прошлого года показатель. А на данный момент у нас в основной реестр получателей комплекта школьной формы включено более 21 тысячи детей. На сегодняшний день выдано уже свыше 6 тысяч комплектов. Еще одна популярная мера поддержки – региональный материнский капитал. На нее могут рассчитывать семьи при рождении или усыновлении третьего и последующего детей. В 2023 году эта сумма – 76 893 рубля. Распоряжаться средствами можно по достижению ребенком одного года. Кроме того, в регионе действуют и другие меры поддержки. Это освобождение от уплаты за вывоз мусора и ряд других. Так, меры, направленные на поддержку укрепления семей и ценности семейной жизни, повышение качества жизни семей с детьми, являются приоритетами региональной государственной политики.